Моя точка зрения состояла и состоит в том, что кризис продолжается, что не надо разделять. Вот кризис у нас закончился в 2008-2009 году, это была первая волна кризиса. Мы оцениваем это как кризис современной модели экономики, спекулятивной модели экономики. Если у вас модель экономики осталась прежней, более того, она даже укрепилась, и Россия здесь не является исключением, ну тогда это дело времени, когда у вас будет вторая волна кризиса. Но волны развиваются по-разному, они разные бывают, они в природе бывают разные, в экономике тоже. Может вот так вот шарахнуть, как в 2008-2009 годах, резкий спад, резкий отскок, несколько месяцев и все, как вроде как страшный сон, все это мы забыли. А может быть такое медленное погружение, тенденция к сползанию в рецессию, она есть. Вот сейчас у нас споры идут, стагнация, рецессия, я почему-то вспоминаю российскую поговорку нашу, хрен редкий не слаще, вам легче от того, что сейчас стагнация, ну завтра будет рецессия. Надо смотреть на тенденцию в экономике, гораздо интереснее, я бы даже так сказал, оценивать по тем тенденциям, которые сформировались. Если они устойчивые такие, и если у вас не предпринимаются должные меры для того, чтобы решить основные проблемы, то будьте уверены, эта тенденция приведет к вот этому самому неприятному. На наш взгляд основные проблемы, ну допустим, высокая налоговая нагрузка, то, что бизнес в качестве основного называют, они не решаются. Неопределенность экономической ситуации, она на самом деле усиливается, эта неопределенность. Мы одними теми, в общем, предложениями по той же пенсионной реформе настолько запудрили мозги бизнесу, что он действительно не понимает, в конце концов, что будет в конечном итоге. Поэтому оценка ситуации такая, ситуация ухудшается, сильно больно не будет в ближайшие месяцы. Если это сильно нас успокоит. Но сползаем. Я не знаю, до каких параметров пересмотрит прогноз Минэкономразвития. Но самый точный прогноз у нас по году получается у них ближе к концу года, где-нибудь в декабре. Но надо в декабре предыдущего года делать точный прогноз, а не пересматривать там 3,7, 3,6, 2,4, потом сейчас, я не знаю, 1,8 или 2. Я думаю, чисто политически им будет трудно ниже 2 сказать, ну скажем 2,0. Наш прогноз, что, конечно, 2% не будет, у нас первоначальный прогноз, который был год назад, это был ноль вообще. Но мы сейчас допускаем, что 1,5% мы можем получить по этому году. Потому что, если оценивать, с чего вдруг будет там 2,2,4, тогда мы должны были бы признать, что экономика резко ускорится. Мы пока таких причин для этого ускорения не видим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова